друзья всем привет наступила весна вот-вот уже осталось снега совсем чуть-чуть и мы все начнем кататься а кто-то может быть себе еще выбирает квадроцикл поэтому я бы хотел поговорить об этом кто-то уже может быть себе выбрал модель а кто-то еще подбирать даже не знаю чем определиться а в этом 2023 году появилось несколько новинок и давайте о них подробненько расскажу первая новинка от российского производителя компании веломоторс это стелс гепард 2.0 визуально он ничем не поменялся от модели который выпускал с 2014 по началу 2023 года однако внезапно без каких-то либо анонсов каких-то либо презентации компании веломоторс взяла и прям вот запустила производство и официально начали поставлять в дилерские центры стелс гепард 2.0 чем же таким интересным эта модель отличается от предыдущей своей версии 10 будем ее наверно называть так и все многие привыкли это уже делать это пластик тот же самый глобально изменилась у нее что проработали раму сделали гнутые рычаги появился ряд ряд каких-то изменений в электрике появился фаркоп перенесли бачок расширительный с передней части где он был в под козырек для чего это сделали наверное лучше ответить инженером ну и какие-то еще ряд до работы которые в принципе вы могли бы ознакомиться более подробно уже в дилерских центрах стелса то есть придя посмотря и более детально спросить уже у консультантов что интересно большинство в принципе квадролюбителей и те кто имеет квадроциклы и те кто просто не следит за новостями все задавались вопросом а где литр где шнуркеля где вынос радиатора а вот веломоторс решил поступить следующим образом они решили не выпускать литровый мотор со шнуркелями с большими колесами с выносом в весной они решили это сделать осенью когда сезон уже закрывается фактически насколько это логично и правильно это уже решать компании ела матраса и пускай на этот вопрос однако что интересно по предварительной информации пока она не точно это лишь предварительно то есть это некие фотографии проекты которые вы можете видеть появится шнуркер все-таки у него будет это будет такой урок и себя представлять как у ренегейда далее появится вынос радиатора вы можете в принципе посмотреть это на фотографиях изменится передний бампер изменится задний бампер далее что из таких еще интересных моментов это новый литровый мотор мотора себя представляет совмещенная часть с коробкой передачи однако как бы карту у них раздельный одинаковый но они как бы разделены достаточно очень интересной конструкции насколько она покажет себя в надежности и вообще во всяких вещах это конечно покажет только практика вот но порядка по поводу цены значит версии 20 800 и уже фактически переваливает за миллион а версия экстрим они решили назвать будет уже стоить полтора миллиона а может быть больше а может быть меньше но пока предварительная информация такая я так понимаю стелс веломоторс отталкивается от цель как они обычно делают и уже корректируют ценам зависимость на самом деле очень интересная новинка хочется посмотреть в живую я думаю что компания веломоторс проработала достаточно хорошо и мы посмотрим увидим насколько она себя зарекомендует в дальнейшем вот как то так ребята вторая новинка уже от китайского производителя компании одесс значит компания одесс решила сделать следующее они решили идти по пути совершенно другого от всех китайских производителей российских производителей помимо гражданских версий назовем без выносов и всяких разных вещей они решили выпустить версию мат про она мы привыкли называть xml представляет себя следующее это визуально очень похожая версия на берпи отлендер xml у него фактически то есть что также появился вынос радиатора вынос радиатора закрепленный в дуги и также появились шнаркеля при этом ко всему прочему у модели появились тридцатые колеса на бедлоках выпускается эта модель на удивление даже берпи не выпускает каратыш литр xml берпи не делает его фактически как раз китайский продаватель решила переплюнуть и сделал каратыш и длинную версию мат про как xml назовем на росте это более привычно вот это удивительно и при этом цена на момент как раз снятие моего ролика составляет миллион 250 но буквально недавно я узнал информацию что эти версии подражают и будет стоить свыше там миллион триста насколько это окупаемые интересно будет покажет время однако вероятнее всего цена образования сказывается с ростом курса валюту валюты вот большому счету что здесь изменили в этой версии в отличие от предыдущих версиях вода с которой выпускать что 50 800 и 1000 мотором здесь они насколько вы уже успели узнать кто не успел так вот глобально пробегусь это изменили электрику по баку там проработки доработки и а все таки навесное оборудование честно скажу что это очень интересный фактически не цель не выпускает вот коротыша литрового тем более еще с выносом со шнаркелями не стелс не выпускает и остается единственный конкурент который уже завода имеете наработки это надо момент бирпи но цена у него весьма весьма и высока вот и кстати он набирает очень большие обороты однако ходит много разной информации о надежности и ненадежности этого квадроцикла но здесь решать ребята только вам много разных страшилок чуть-чуть висит что воду с этой они надежно ломается мотор однако это все так скажем фактически нюансы но эту новинку стоит посмотреть придите в дилерские центры одесс уделите этому внимание поскольку она очень интересна фактически как сказал мой товарищ берпи от лендер тень ну вот примерно как то вот так ну что друзья третья новинка весны 2023 года от американского продавателя к н.м. что примечательно хочу немножечко забегая назад сказать что стандартной версии с мотором xmr и xt xxc xmr renegade renegade xxc они также будут продолжать выпускаться потому что они доступны на американском сайте они решили выпустить совершенно другую линейку это понимаю перейти в класс как раз где находятся всякие honda yamaki kawasaki и polaris и так вот что интересного в этом получилось все они вот выпустили эту линейку а и разделили также на комплектации цветовые гаммы то есть появилась версии не поверите квадроцикла с 500 мотором 2 в.д. я правда не очень понимаю внешне абсолютно от лендер который вы видели возможно ютюбе где-то уже в чатах но вот следующая версия это будет 500 и 700 и dps потом версии будет иксти и версии всем интересны конечно же это xml и версия будет макс иксти вот давайте поговорим все таки про самую интересную для нас версию это xml что интересного в ней она кстати будет выпускаться только в красном цвете и что удивительно у них теперь я еще не встречал естественно говоря на на квадроциклах есть конфигуратор который вы можете конфигурировать различные опции и аксессуары то есть вы в принципе можете сконфигурирует вашу модель и уже так скажем нажать отправить дилеру отправляется дилер и дилер уже соответственно подбирает эту модель и ищет или как-то там либо еще это не суть важно давайте поговорим по xml в принципе что интересно в нем нового по сути это 700 и мотор 1 цилиндровый там говорят так знаете там 40 50 лошади конечно будет порядка 50 лошадей но не меньше будет вот система вариатора у них уже закрыты крышками вот при этом что эта крышка снимается и вариатор перед вами производитель заявляет о том что они сделали достаточно очень удобно что можно было обслуживать технику в том числе вариатор самостоятельно дома то есть заметьте производитель уже заботится об обслуживании самостоятельно а вот так же квадроцикл будет иметь специальный держатель под телефон уже такой какой-то как они говорят премиум вот юсби зарядники будет и не будет она будет в такие грязевые уже ширина на 14 диска 28 размер xps называется swamp king я не встречал эту резину очень интересно вообще посмотрите как она есть какие характеристики также шнаркеля располагается у нее очень обычно также на приборной панели спереди достаточно очень красиво я вам скажу это сделано эстетически все также в классическом стиле то есть сделан передний за передний бампер с переходом на вынос радиатора на при этом если посмотреть там такое достаточно сопло большое здорово для того чтобы попадал туда воздух однако как я знаю из опыта семечки туда будет залетать на ура как от них избавляется от грязи понятий пока не имеет и техники у нас еще очень думаю скоро не будет а может быть и скоро поэсию зависит того как люди будут ее меня завозить что дальше интересного такого гнутые рычаги будут уже в этого квадроцикла изменится изменилась его задняя площадка теперь раз такую выемка есть туда можно дооснащать различными кофрами которые оригинальные ну естественно же не оригинальных я думаю вряд ли вы что-то найдете только тупо как холхозить как мы в принципе большинстве случаях делаем но это работает это работает так дальше задний фонарь у нее теперь в стиле классическом то есть не разнесенный он один как у версии g1 интересно необычно то есть бокса у него уже этого откидного снизу я не наблюдаю вот что еще такого примечательного у него также остается тот самый риск лог который мы не нравится и не нравится некоторым людям но тем не менее он здесь есть вот и знаете что интересно такого еще происходит цена цена этой техники цена цена этой техники допустим за версию 2вд вы заплатите там 6000 долларов там за версию уже полноприводного заплатить 9000 долларов ну и так по нарастающей версии xml 700 мотором будет стоить 10 200 сколько он будет стоить россии давайте посчитаем простой арифметикой достаточно несложно с учетом ндс после транспортировки и растаможки берите коэффициент примерно 2 до 0 его называй коэффициент можно брать коэффициент 21 и получается что эта техника в россии будет стоить примерно 24000 долларов перемножим на курс на сегодняшний день порядка там давайте округлим 76 пускай будет большую сторону и мы получаем эту цифру насколько интересно покупать эту технику это вопрос к вам уже вот но тем не менее это новинка которая я думаю что скоро появится на российском рынке какой будет у нее спрос и я не знаю все таки мы привыкли видеть версии xml это 1000 мотором но на сегодняшний день компания kenem не выпускает версии с тысячным мотором xml короткий они делают либо 850 короткий либо тысячный но длинный вот так вот устроен мир а он сделает друзья но в целом я пробежался по версии по производителю к нм вы можете более подробно зайти на официальный сайт к нам посмотреть и изучить более глобальным я про эту новинку если она вам действительно интересно на самом деле мне бы хотелось уйти в живую возможно это произойдет